Качество продуктов питания в детских садах столицы Чувашия под контролем администрации города, но в проверках участвуют и родители. Вертикаль 6 букв. Лучший завтрак. Творог. А я считаю йогурт. Хм, подходит и то, и другое. Что может быть лучше йогурта на завтрак? Разве что блюдце творожка. Что лучше есть на завтрак, на обед и ужин? И как вообще правильно питаться? Ведь ты – это то, что ты ешь. Цвет кожи, зубов, рост и вес – все это зависит от того, что лежит в твоей тарелке. Формировать свой рацион и вырабатывать привычку питаться правильно, а значит полезно, нужно с детства. Поэтому в столичном детском саду номер 116 к вопросам питания подходят ответственно. В нашем детском саду качественные продукты. За качественным продуктом мы очень следим. Разработано 10-дневное меню, по которому мы работаем ежедневно. У нас каждый день рацион порции и у нас получается все разное. Завтрак, второй завтрак, обед и полдник. В детском саду воспитанники питаются 4 раза в день. Самое любимое блюдо у юных горожан – котлеты, жаркое и свекольный салат. У нас сегодня 8-й день по меню идет. У нас салат, свекольный салат, суп овощной на курином бульоне и жаркое на курином бульоне, филе. И лимонный напиток. Понимаем, очень хорошее мясо поступает, филе сегодня куриное пришло, очень рыба, очень хорошие продукты вставляют. Чтобы на столах у детей было только свежее мясо, имеющее сертификат, маркировку и ветеринарно-сопроводительные документы, в проверках принимают участие представители станции по борьбе с болезнями животных. Школьные и дошкольные учреждения у нас поставляются продукции в охлажденном виде, это мясо говядины и мясо птицы, филе куриное. Они поставляются в неделю два раза. Потому что у них сроки хранения от 5 до 12 дней. Чтобы эти сроки хранения соблюдались, они у нас поставляются в неделю два раза. Полноценное горячее питание для детей без увеличения платы для их родителей – такова задача администрации столицы Чувашии. Сейчас родительский ежемесячный взнос в детский сад равен 2000 рублей. Посмотреть, как дети питаются и главное, что они едят, и даже продегустировать готовые блюда могут сами родители на совместных проверках с администрацией. Татьяна Огурцова вот уже второй раз участвует в родительском контроле. Моим деткам очень нравится кушать в детском саду, особенно младший сын. Вот мы утром приходим в детский сад, и он говорит, каши много мне наложить. Мы даже просим младшего воспитателя наложить двойную порцию каши. Он у нас все съедает с большой радостью. Ну, как бы это всегда он. Мне даже кажется иногда, что у меня вот дети с радостью кушают в детском саду, потому что тут настолько разнообразно все. Свои пожелания и предложения родители могут отправить в управление образования столицы. Специалисты обещают, что ни одно из них не останется нерассмотренным.